Коллеги, добрый день! Мы очень рады вас видеть на нашем сегодняшнем вебинаре. Сегодня мы открываем летнюю серию наших вебинаров. Наконец-то пришло лето, хорошее настроение, прекрасная погода. Пришло хорошее настроение, надеюсь, не только у меня, но и у вас тоже. Поговорим мы сегодня с вами об аудите логистики складирования. Ведущими сегодняшнего мероприятия буду я, Юлия Карпова, менеджер по работе с клиентами, и Родион Генгиров, ведущий консультант нашей компании. А построим мы наш сегодняшний вебинар следующим образом. Вначале я расскажу ключевые факты о нас. Далее уже Родион более детально расскажет про аудит логистики складирования, в каких случаях это делается, какие результаты по итогу получаются. И в конце мы ответим на все ваши интересующие вопросы. Причем вопросы вы можете писать не только в конце, но и во время всего вебинара. Сверху в углу есть значок с спросительным знаком, кликайте на него и пишите вопросы. В конце мы на них, конечно же, ответим. Ну что ж, коллеги, устраивайтесь, мы начинаем. Компания Axelot на рынке информационных технологий с 1998 года. И все это время мы занимаемся оптимизацией и автоматизацией логистических бизнес-процессов. Причем внедряем и транспорт, причем автоматизируем и транспортную логистику, и складскую логистику. На сегодняшний день мы уже разработали пять поколений ВМС, четыре поколения ТМС. Если говорить про автоматизацию складской логистики, то уже девятый год подряд мы являемся лидерами российского рынка ВМС. Конечно, проекты мы реализовываем не только на территории России, это и страны СНГ, и страны Ближнего Зарвежья. В год мы реализовываем более сотни проектов. Причем хочется отметить, что зачастую перед автоматизацией бизнес-процесса необходимо эти бизнес-процессы или оптимизировать, или выстроить с нуля. Поэтому каждый пятый наш проект реализовывается с логистическим консалтингом. Центральный офис у нас находится в Москве. Также есть представительство в Кирове и в Красноярске. И на сегодняшний день мы автоматизировали уже более 20 тысяч рабочих мест. Конечно, у нас есть наши партнеры. Компания Axelot Tech, Gradum и Daterion, они входят в IT-холдинг Axelot. Компания Daterion занимается разработкой интеграционных решений для интеграции различных данных и приложений, а также занимается нормализацией нормативно-справочной информации. Компания Gradum занимается внедрением систем класса ERP и собственных разработок на платформе DNS для корпоративного рынка. И компания Axelot Tech занимается поставкой всего необходимого оборудования под ключ для автоматизации ваших складских и транспортных бизнес-процессов. Компания Zebra – это ведущий производитель оборудования, которое мы используем как в проектах ВМС, так и ТМС. Это цельнала сбора данных, принтера, печати, этикеток. Это мобильное устройство для автоматизации водителей. Компания Extreme – это ведущий производитель Wi-Fi оборудования. Его мы также поставляем в наши проекты под ключ. Но и компания CityGit и Яндекс.Маршрутизация – это наши сторонние картографические сервисы в наших проектах ТМС. Ну и фирма 1С, наверное, здесь я про нее не буду делать акцент, все про нее прекрасно знаете. Хочется отметить, что зачастую или после проведения логистического аудита или перед автоматизацией склада необходимо или модернизировать текущее оборудование, или закупить новое. Это могут быть и стеллажные системы, и потом транспортное оборудование, и оборудование для маркировки, и автоматической идентификации. Поэтому все необходимое оборудование под ключ. Коллеги из Аксилотех не только подберут, но еще и по самым вкусным ценам смогут вам реализовать. Помимо, конечно же, оборудования, мы оказываем полный спектр услуг. То есть ко всем проектам мы привыкли подходить комплексно. То есть начиная от оптимизации бизнес-процессов или выстраивания их с нуля, мы автоматизируем как и складскую логистику, так и транспортную логистику, а также занимаемся автоматизацией портовым и контейнерным терминалом. Конечно же, поставляем все необходимое оборудование под ключ, и после реализации проектов мы оказываем нашим клиентам техническую поддержку, в том числе и в режиме 24 на 7. Если говорить про логистический консалтинг, то в рамках этого направления мы оказываем ряд услуг. Сегодня мы с вами поговорим о логистическом аудите. Это когда у нас уже есть склад или выстроенные бизнес-процессы, но нужен взгляд со стороны, экспертный взгляд, основанный на анализе, чтобы показать, как можно эффективно текущие бизнес-процессы перестроить и сделать работу склада оптимальной. Если же мы говорим о том, что у вас нет склада, или необходимо подобрать необходимое оборудование, это стеллажное оборудование, разработать технологию работы склада с нуля, то в таких случаях мы оказываем услугу технологического проектирования. Также реализовываем разработку технического задания на внедрение как ВМС, так и ТМС, вставляем все необходимое оборудование под ключ, но и при необходимости также можем сделать и экспресс-обследование. А когда уже наши бизнес-процессы выстроены, их можно и автоматизировать. Как раз-таки мы, разработчики, мы разработали программное решение для автоматизации складской логистики. Это Axelot WMS X5, который позволяет автоматизировать все бизнес-процессы на вашем складе. Axelot WMS X4 – это решение для автоматизации транспортной логистики. Это единственное российское решение, которое позволяет автоматизировать все задачи транспортной логистики в единой системе, то есть система комплексная, ну и система по управлению контейнерным и портовым терминалом. Стоит отметить, что все эти системы входят в логистическую платформу Axelot X, имеют преднастроенные механизмы взаимосвязи и образуют единый логистический контур в вашей компании. Помимо реализации проектов, у нас есть внутренние проекты. Хочется отметить такие, как библиотека Axelot. В рамках данного проекта мы чем занимаемся? Мы берем труды ведущих мировых экспертов, переводим их на русский язык, вносим, конечно же, российские реалии и наш опыт, наш огромный опыт, и выпускаем в свет книги не только по складской, но и транспортной логистике, но и ряд книг, которые вы видите сейчас на слайде. Также, наверное, хочется сказать, что многие эти книги уже видели, у многих они уже есть. А в рамках направления учебного центра мы ведем курсы в вузах России, то есть наши эксперты читают лекции, а также мы проводим такие мероприятия, как, например, сегодняшние, это вебинары, это семинары, это конференции, в рамках которых не только мы делимся нашим опытом, но и наши клиенты делятся опытом работы как с нами, так и опытом, что у них произошло, скажем так, после автоматизации. Ну и раз уж мы заговорили про наших клиентов, то хочется отметить, что на сегодняшний день клиентов очень много. На данном слайде представлена лишь только малая часть. Причем хочется отметить, что это клиенты как разных масштабов по своему бизнесу, так и разные по направлению. В некоторых компаниях мы только оказывали, скажем так, логистический аудит в части складской логистики, также мы оказывали и аудит в части транспортной логистики. Есть проекты, где мы помимо аудита дальше уже внедряли системы, как и ВМС и ТМС, или зачастую просто с нуля разрабатывали технологию работы склада. Так, ну что ж, коллеги, на этом о компании у меня все. Сейчас я передаю слово Родиону Янгирову. Он уже более детально расскажет про аудит складской логистики. Родион, тебе слово. Добрый день, коллеги. Меня зовут Янгиров Родион. Я ведущий консультант компании Axelot и в первую очередь занимаюсь проектами по оптимизации логистики складирования различных компаний. Сегодня я предлагаю вам поговорить на тему аудита логистики складирования, что это такое, для чего это нужно, какие могут быть основные причины обращения за аудитом логистики складирования, какие доступны альтернативные варианты и в чем преимущество компании Axelot в этой сфере деятельности. Совершенно естественным поведением для любого человека, который ставит перед собой цель понять значение незнакомого слова, это пойти в один из популярных поисковиков и попытаться разобраться там. Вот что мы получим, если введем фразу, что такое аудит, в любом из популярных, одним из двух популярных поисковиков, которые используются повсеместно. Мы видим массу интересных вариантов, однако то, что нам необходимо, здесь отсутствует. Ну и в принципе мы уже сделали часть работы с АВАС, поэтому мы можем посмотреть на определение слово «аудит» на экране. Аудит, если мы попробуем взять основную суть из достаточно широкого определения этого слова, которое можно найти в интернете, где есть масса различных отсылок, это процедура независимой проверки и оценки какого-то явления, какой-то части организации, какого-то явления хозяйственной жизни. Аудит бывает самый разный. Несколько примеров приведены на экране, и это не только финансовый аудит, который приходит в голову при произнесении этого слова. Но если мы попробуем еще сильнее упростить значение этого слова до такого уровня, чтобы у нас в арсенале остались только какие-то основные базовые понятия, которые мы можем манипулировать, то мы получим примерно вот такую схему. Аудит фактически это предоставление неких консультаций, предоставление этих консультаций должно быть независимым и объективным. А сами консультации должны обладать одним важным свойством. Они должны преследовать своей целью повышения эффективности процесса в компании. Следует понимать, что результатом любого аудита является некий пул рекомендаций, который необходимо внедрить в бизнес для того, чтобы получить эффект. И, соответственно, этот пул рекомендаций точно так же должен обладать важным свойством. Баланс между издержками на их внедрение и результатом, который мы получаем от них, должен строго выдерживаться. И он должен находиться на том уровне, при котором внедрение еще представляется возможным и целесообразным для предприятий. И это очень важный параметр, который также необходимо учитывать, который должны учитывать в первую очередь те специалисты, которые делают аудит. Если мы говорим, в частности, про аудит логистики складирования, то на классической схеме цепочки поставок, где есть верхний уровень, основные блоки, аудит логистики складирования будет включать вот это среднее звено, которое выделено на экране красной рамкой. То есть это складирование и в определенной степени доставка товара. Что, собственно, в общем, компания Axelot и делает. То есть она предоставляет даже программные продукты для автоматизации складирования и транспортной логистики. То есть наш объект обследования это склад в его классическом понимании. На схеме представлен достаточно интересный объект обследования, если можно его так назвать, с различными системами хранения. То есть вполне возможно, что вот такой результат мог бы быть получен после аудита. То есть что можно здесь сделать, каким образом перераспределить систему хранения и так далее. И интересная деталь именно про вот это изображение. То, что здесь нарисованы грузовики как символ того, что аудит логистики и складирования в том числе как смежную сферу деятельности включает в себя анализ, некий анализ транспортной логистики. Я предлагаю нам с вами перейти к анализу причин, которые могут привести к нас к необходимости, к пониманию необходимости обращения за аудитом логистики и складирования. Мы решили разделить эти причины на количественные и качественные. То есть на те, которые можно посчитать и те, которые в большей степени являются умозрительными. То есть некий результат работы нашей бизнес-интуиции. Если мы попробуем провести аналогию, то количественные – это мы нашли у пациента температуру, а качественные – это когда мы просто понимаем, что он себя не очень хорошо чувствует, но как-то померить это мы не можем. И начнем с количественных причин. Первая причина, на которую следует обратить внимание, это низкая утилизация площади склада. В какой-то момент, возможно, вы понимаете о том, что у вас есть некоторое помещение, произведение линейных размеров, которое дает нам некое количество кубометров внутри этого помещения. Вы понимаете, что ваш коэффициент утилизации 0,15 N, где N – это количество кубометров в нашем помещении. И в то же время мы понимаем, что в схожих условиях у нашего конкурента этот коэффициент 0,2. В чем причина? Возможно, мы недостаточно эффективно используем наше место. И это, в принципе, уже предпосылка того, что необходимо что-то проанализировать в бизнесе, обратиться к специалистам за помощью, которые смогут найти причины того, где мы теряем это место, то есть фактически причины того, где мы можем терять деньги, но недостаточной утилизации нашего объема хранения. Вторая причина – это проблемы с KPI, то есть с ключевыми показателями эффективности. То есть фактически необходимо посмотреть, по каким критериям мы оцениваем свой склад. Возможно, наши критерии не совсем релевантны тем, которые используют в отрасли. Может быть, у нас их недостаточно, может быть, наши KPI дискретны. И здесь мы бы привели пример. В нашей практике был клиент, который использовал как KPI для оценки эффективности работы складской функции – это время разборки входящей поставки на складе. И время разборки входящей поставки рассчитывалось в днях. Сусловно говоря, оно было равно трем дням. КПИ этот обладал несколькими минусами. Во-первых, он распространялся в целом на всю функцию складирования и не учитывал эффективность работы каждого отдельно взятого сотрудника на складе. Что, в общем-то, не давало нам понимания, кто работает эффективно за двоих, так сказать, а кто недорабатывает. А второй нюанс – то, что KPI был дискретным. То есть фактически у нас была величина в три дня и выполнение, разборка входящей поставки в срок до трех дней – это было «да», а больше трех дней – это было «нет». То есть согласитесь, что при помощи такого показателя эффективности сложно оценить, насколько мы хорошо работаем с той или иной поставкой, но и в целом это дает нам очень отдаленное представление об эффективности работы. Здесь налицо как раз недостаточное количество метрик и неполное их соответствует тем метрикам, которые позволят нам оценить эффективность каждого отдельно взятого элемента. И понимание этого факта либо подозрение того, что ваши KPI не длеват, это одна из причин, по которым вы можете обратиться за аудитом логистики складирования, у вас возникнет такая потребность. Следующий момент – это понимание того, что наши конкуренты – это лучше. То есть, возможно, мы работаем в некой сфере деятельности, и мы понимаем, что у нас есть результат работы в виде цифр – KPI. И мы знаем точно так же, что есть некий такой пул нормативов, которые распространены в отрасли, в которой мы работаем. Мы сравниваем себя с этим пулом нормативов и видим, что что-то не так. Безусловно, возможно, наши подозрения беспочвенные, потому что сравнивать несколько компаний в лоб не всегда корректно, специфические особенности каждой из компаний могут оказывать влияние. Плоть до того, что особенности отбора товара могут иметь значение. И, в принципе, внешний аудитор, он располагает инструментарий, по крайней мере, если это хороший аудитор, он располагает необходимым инструментарием для того, чтобы провести, в общем, все величины к общему знаменателю и сравнить их между собой. Как пример мы приведем один из случаев из нашей практики. Это компания, которая занималась дистрибьюцией небольшой бытовой электрики. Компания из раза в раз фиксировала снижение производительности относительно конкурентов. То есть результат отбора товара на человека в строках ниже, чем у конкурента. Они фиксировали это, задавались вопросом, в чем может быть причина. Пригласили нас, мы провели анализ и в первую очередь посмотрели на то, как работают бизнес-процессы на складе. Выяснилось, что в процессе отбора товара используется несколько этапов контроля, дублирующих друг друга, добавляющих минимальную ценность именно самому процессу, то есть как сервису, но при этом требующие значительных затрат времени, как следствие финансовых затрат и как следствие снижения нашего KPI. И, в общем-то, таким образом нам удалось идентифицировать корневую причину снижения производительности. Следующий параметр, который может привести к мысли о том, что необходимо аудит логистики складирования, это обнаружение внутренних проблем с KPI в плане того, что у нас есть некие внутренние нормативы. И, в общем-то, сравнить нас текущих с нами же предыдущими значительно проще, чем сравнивать с другими компаниями. Например, мы понимаем, что у нас снизилась выработка сотрудников. Либо у нас, например, снизилась скорость отбора. И одним из примеров, опять же, мы приведем случай из нашей практики, компания автоматизировала свой склад. То есть, развернула нам систему управления складом. И сразу после этого зафиксировали снижение производительности отбора. В чем причина? Обратились к нам же с вопросом. Мы внедрили вашу систему, у нас упала производительность отбора. Мы начали разбираться, и выяснилось, что компания ранее раскладывала товары, которые визуально друг от друга отличаются, в совершенно разные места на складе. Ну, потому что основной способ этот товар идентифицировать, это был визуальный канал. То есть, увидеть его и взять с полки. Теперь, когда появилась ВМС, а как следствие появились штрих-коды, и условно проверка корректности отбора товара теперь лежит на ТСД, соответствующий наш штрих-код или нет, тому, что мы искали, товары стали складываться независимо от их внешнего вида, и случилась ситуация, когда товары, выглядящие очень похожи друг на друга, стали находиться в одной ячейке. Безусловно, процент ошибок не увеличился, потому что контроль все равно со стороны штрих-кода, но увеличилось время отбора нужного товара с полки, потому что, когда мы видим пять одинаковых коробок, нам необходимо взять каждую и щелкнуть каждую, мы тратим на это время. Каждый пик ТСД, каждое взятие коробки с полки, это затраты времени. Как следствие, общее падение производительности. Рекомендация вылилась в то, что необходимо поменять способ размещения товара на складе, и фактически это пять минут настроек системы. Здесь, кстати, я бы хотел подчеркнуть именно тот факт, что в части аудита логистики складирования, как, в общем-то, наверное, и в части аудита любых других сфер деятельности компаний, нужно понимать, что эксперт, помимо каких-то теоретических знаний, желательно бы, чтобы обладал практическими знаниями, как в этом данном конкретном случае. То есть, помимо понимания особенностей того, как работает складирование, эксперт понимал, как работает система, и что на уровне системы параметры могут влиять на нашу производительность, и как это можно поменять для того, чтобы мы вернулись к каким-то привычным нам значениям. Следующий фактор – это достаточно популярное и распространенное желание – это сокращение затрат на логистику. В любом случае, особенно учитывая текущие реалии, достаточно частая популярная мысль, которая возникает – это снизить затраты. И в общем и целом, если мы попробуем все это как-то обобщить, то снижение затрат – это возможность работать с любым из KPI, которые мы провели на предыдущих слайдах. То есть каждый из предыдущих слайдах фактически – это частное проявление высоких затрат на логистику. Если мы с вами увеличим время отбора, увеличив производительность, то, возможно, мы сможем сократить затраты на труд. Все это касается других KPI. И в общем-то, желание сократить затраты, оно тоже достаточно правоверное для того, чтобы появилась необходимость в аудите логистики складирования. Еще один важный параметр, и это последний параметр в ветке количественных – это сервис. Есть такое понятие, как SLA. Мы понимаем, что в разных компаниях есть разные способы считать SLA, где-то мы получаем его от какого-то центрального офиса, где-то у нас есть соглашение с клиентом, возможно, у нас есть и то, и другое. И мы понимаем, что производительность склада может упасть относительно целевого значения SLA. То есть, например, мы стремимся к отметке 95%. И мы, в общем-то, на этой отметке находились ранее, но теперь мы фиксируем снижение и никак не можем понять, в чем причина. Это один из поводов обратиться за аудитом логистики складирования. В качестве примера приведем случай из практики. Компания, производитель, дистрибьютор напитков, козированных в бутылках, использовала вот этот параметр, как SLA, для характеристики функции работы в принципе логистики. То есть, и оформление заказов, и отработка на складе, и доставка. И постоянно ближе уже к концу этой цепочки фиксировалось снижение коэффициента. То есть, фактически был высокий процент возврата товара, что влияло на общий уровень сервиса. Вопрос, в чем причина? Расследование, если это можно так назвать, показало, что оформление возврата проводится через определенную программу, через определенный модуль на складе. И доступ к этому модулю до определенного момента был у любого сотрудника склада, в том числе у рядовых сотрудников, кладовщиков, которые непосредственно отвечали за приемку товара. Как следствие, водитель с кладовщиком находил общий язык, просто на уровне там каких-то дружеских отношений и делал возврат товара, что влияло, в общем, на производительность всей функции логистики. Решение достаточно простое. Модуль для оформления возвратов перестал быть доступен всем сотрудникам на складе и стал доступен только одному ответственному лицу. Соответственно, политика работы с возвратами изменилась кардинально и очень сильно повысился уровень сервиса, потому что процент возврата снизился. И это один из частных случаев того, как может помочь аудит с проблемами, которые возникают в логистике складирования. И пусть простота этих примеров не вводит в заблуждение, потому что, когда пример состоит из трех предложений, кажется, что все это просто. Но когда на входе есть только проблема, а к ее решению приходится идти через различные стадии обследования объекта склада, все уже выглядит не так просто и далеко не всегда, особенно какими-то внутренними ресурсами может получиться докопаться до корневой причины. Поэтому аудит логистики складирования, важно еще и воспользоваться им в нужный момент, для того, чтобы был вот этот зазор по времени. В группе количественных факторов я предлагаю начать с такого фактора, как сотрудники плохо работают. Фактически, что это такое? Это какое-то понимание на уровне интуиции о том, что какая-то ситуация на складе, какое-то явление, то, что мы видим, выглядит так, как выглядеть бы не должно. То есть, например, беспорядок в процессе работы либо после завершения работы, беспорядок при хранении товара, где-то какая-то пленка висит, где-то у нас краска отвалилась. Ну, в общем, такого рода проблемы, которые сложно назвать количествами, но они есть и, наверное, с ними можно что-то сделать. Отвечаю сразу, можно сделать, потому что есть, назовем это идеальными складами в природе. И в качестве примера, опять же, приведем пример из практики. На одном из складов было такое явление, которое называлось «курилка». Располагалась она в небольшом отдалении от основного помещения склада, представляла собой небольшую такую веранду металлическую с крышей. Там постоянно находились люди. С определенного момента в течение дня, примерно с 11 часов дня, там постоянно кто-то находился. И руководством, еще до того, как они обратились за аудитом, было принято решение. Необходимо курилку упразднить. Если мы ее упраздним, не будет места, где люди курят, значит, они не будут курить и терять время. Удалили место. Действительно, людей там не оказалось, потому что курилка пропала. Но, во-первых, они не перестали курить, что подтвердилось, в общем-то, проверками по складам и по близлежащей территории. Во-вторых, как указали, KPI, удаление курилки никак не повлияло на выработку сотрудников. И вот это основная причина того, для чего нужно обращаться за аудитом. В данном случае были предложены метрики, KPI, благодаря которым удалось выяснить о том, что производительность сотрудников не выросла, мониторинг которых потом позволил увеличить в целом, во временной перспективе, увеличить производительность. И это вот один из таких примеров качественных факторов, которые могут влиять на нашу производительность и могут быть основанием для обращения за аудитом. Следующий фактор, достаточно важный, это неэффективное использование подъемно-транспортного оборудования, которое есть у нас на складе. Основная проблема и самая распространенная это холостые пробеги, низкая утилизация. Причин тому может быть масса. Неоптимальная выдача заданий из системы управления складом, если она есть. Либо это неоптимальное построение маршрута самим сотрудникам, если системы управления складом нет. Возможно, не совсем что-то корректное с конфигурацией помещения на складе. И примером такой ситуации с неэффективным использованием ПТО мы можем привести следующий случай из практики. На одном из складов для перемещения груза рядовыми сотрудниками склада использовались электрические гидравлические тележки. Очень удобная вещь, позволяет быстро подобрать груз, переместить его и так далее. Но в какой-то момент руководство стало наблюдать картину на уровне интуиции. Естественно, никакого KPI, который позволил бы это на уровне цифр увидеть, не было. На уровне интуиции сотрудники перемещаются по складу на тележку. То есть, они их используют как транспортное средство. Фактически, это моточасы, это электроэнергия, это обслуживание техники, а сотрудники просто на них катаются, как на электросамокатах по складу. Обратились к нам с вопросом. мы предложили ряд метрик, при помощи которых в данном конкретном складе можно было оценивать производительность. И, собственно, KPI также показали о том, что потенциал для роста производительности одной тележки был очень большой. Начали с того, что стали уменьшать процент этих катаний на тележке. И это уже позволило вырастить производительность. Следующий момент, на который имеет смысл обратить внимание, который может сподвигнуть на аудит, это некорректный выбор техники на складе. То есть, о чем идет речь? Помимо подъемно-транспортного оборудования у нас есть помимо подъемно-транспортного оборудования, которое мы используем на постоянной основе, есть техника, которая у нас используется достаточно редко. И покупкой такой техники может выступить мотив достаточно распространенный. Например, посещение отраслевой выставки, где какая-то единица техники, какой-то тип оборудования был продемонстрирован как перспективный. Вам он понравился, вы его купили, вам казалось, что все будет хорошо, это позволит неимоверно увеличить производительность, но по факту оказалось, что конкретно вот это специализированное устройство не востребовано. И в качестве примера, пример из практики. На одном из складов компании, компания занимается промышленным оборудованием, использовались классические электрические тележки, вилочные погрузчики и рич-траки. Техника находилась в использовании каждый день, заряжалась каждый день, то есть это совершенно рядовая ситуация. Однако, на складе была единица оборудования, которая называется четырехходовой штабелер. То есть это такой специальный штабелер, рич-трак, который может перемещаться в любом направлении без разворота. Назад, вперед, по диагонали, как угодно. То есть там сервоприводы в каждом колесе и он может ехать куда угодно. В первую очередь такое необходимо было, ну и плюс раздвигаются вилы достаточно широко, для перемещения длинномеров. То есть нет разворотов, нет, соответственно, всех вот этих больших углов, которые описывают выступающие части длинномера. Очень удобная вещь, если есть длинномеры. И на этом складе они были. Однако, средняя длина длинномера была таковой, что сотрудникам достаточно было стандартного оборудования для перемещения. И вот этот четырехходовой штабелер, он использовался не более одного, может быть, двух раз в месяц. Что, в общем-то, это капитальные затраты на покупку оборудования, это затраты на обслуживание этого оборудования, ТО, потому что ТО в любом случае по временному регламенту надо проводить. Ну и плюс, помимо всего прочего, колеса и прочие вещи, что, в общем-то, износу не подвергаются, над простой тоже страдает проблема. и, в общем-то, это фактические наблюдения, которые в ходе аудита были выявлены как рекомендации, что от этого оборудования необходимо избавиться от чистой затраты. Следующий фактор это некорректный выбор систем хранения. То есть, о чем идет речь? Возможно, ситуации, когда на складах используются системы хранения нестандартизированные, то есть, есть достаточно распространенная штука, но не все ей пользуются. Это регулярное техническое свидетельствование систем хранения стеллажей. Бывает такое, что ими этим пренебрегают. Что это означает? Это означает, что для сотрудников склада и для склада вообще непонятно, какой вес можно разместить на секцию в таком стеллаже. Потому что с течением времени и в результате повреждений, и в результате износа металла паспортная производительность снижается. И необходимо, во-первых, отслеживать стандартизацию, во-вторых, следует обращать внимание на унификацию систем хранения. Следующее, наверное, следующее, в общем-то, можно сказать, даже на этом же месте находятся причины, это плохая унификация систем хранения. И мы бы назвали это вопиющим проявлением плохой унификации, когда на складах используются в том числе стеллажи собственного изготовления. Естественно, стандартизировать их в принципе невозможно. Возможно, наверное, есть какие-то пути, но в общем и целом для рядового пользователя это маловероятно. А отсутствие унификации это достаточно частая проблема, когда на складе условно 20 типов ячеек хранения. Если на этом складе, помимо всего прочего, еще отсутствует система управления складом, то каким-то образом оптимально размещать товар, быстро размещать товар, точно так же быстро оптимально его отбирать, в таких условиях просто возможным не представляется. И здесь было бы неплохо получить от внешних специалистов какой-то пул комментариев относительно того, от чего стоит избавиться и в общем-то какие системы хранения на данном конкретном складе были бы приемлемыми с учетом того, что на нем хранится. И для этого в общем аудит логистики складирования, особенно аудит внешним квалифицированным специалистам был бы очень хорошим решением. Следующий фактор, это последний фактор в группе, это неподходящее помещение. Здесь мы решили объединить два подфактора, это во-первых особенности локации и особенности внутренней архитектуры помещения. В особенности локации мы бы отнесли, то есть есть какой-то определенный набор факторов, на которые повлиять уже не представляется возможным, но есть какие-то вещи, например конфигурация различных зон на территории, которыми можно управлять, это тоже причина, которая может подтолкнуть вас к аудиту. особенности внутренней архитектуры помещения это распространенная вещь, когда используются старые здания, например, еще советского периода, с частой сеткой колонн, когда для размещения стеллажей приходится какие-то кастомизированные решения вырабатывать, что в общем и утилизация помещений снижает и затраты на стеллажи нам повышает в общем ряд проблем. и это для того, чтобы найти какое-то наилучшее сочетание вот эту точку баланса, в общем-то тоже необходимо воспользоваться аудитом. И здесь мы приведем пример на складе одной из компаний на маневровой площадке, распороженной непосредственно перед погрузоразгрызочным фронтом, площадка в виде прямоугольника, асфальтирована прекрасная площадка и по нормативам она и в ширину и в длину все с ней хорошо за заключением одного факта. В центре этой площадки практически в самом центре росло дерево. Причем оно не стихийно как-то проросло через асфальт, а прям оборудована небольшая клумба, выложена камнями очень красиво, но вопрос руководства каким образом мы здесь наблюдаем условно 15 минут за движением транспорта как грузового транспорта так и складской техники и мы видим что транспорт испытывает проблемы явные. Почему здесь растет дерево? Во-первых это наш талисман, во-вторых особенности местного законодательства а дело было не в России а в одной из близлежащих стран в особенности законодательства таковы, что они позволяют это дерево просто утилизировать срубить и куда-то увезти однако потери времени и соответственно потери денег на том что это дерево растет они никем никогда не считались и это вот такое дерево это как индикатор того что какая-то вещь кажется вам совершенно естественной и нормальной и вы к ней даже привыкли а внешний специалист вам может идентифицировать и указать на нее как на одну из ключевых причин потерь производительности либо на точку роста которая позволит вам сгенерировать какой-то дополнительный объем ресурсов на складе сгруппировали причины качественные и количественные и перейдем к следующему этапу а следующим этапом нашей сегодняшней встречи мы посчитали нужным обратить ваше внимание на компоненты классического аудита логистики складирования в том виде в каком мы его представляем себе в компании Axelot по нашему мнению для того чтобы аудит был качественным то есть удовлетворял тем трем критериям которые мы озвучили в самом начале то есть независимость объективности направленность на повышение эффективности каждый из перечисленных компонентов должен присутствовать в рамках аудита отказ от любого из них он в общем снижает точность тех рекомендаций которые будут в конечном итоге отказ от нескольких компонентов соответственно еще сильнее снижает эту точность поэтому здесь необходимо понимать что аудит это такая комплексная вещь и он требует в том числе участия со стороны компании и здесь мы перейдем к кейсу одному из примеров нашей работы он уже упоминался чуть ранее это компания которая занимается дистрибьюцией электротоваров они переехали на новый склад в определенный момент но сохранили абсолютно старый подход к тем процессам которые на этом складе работают соответственно так уж сложилось что аналитики компании каким-то образом нашли нормативы среднеотростливые сравнили себя с ними сравнивали достаточно долго и каждый раз видели отставание задались вопросом в чем причина обратились к нам за аудитом мы провели в первую очередь исследование анализ декомпозиции бизнес-процессов по итогам сформировали более 60 таких небольших мгновенных прикладных рекомендаций для того чтобы задействовать те точки роста которые на этом складе были здесь как пример то есть у клиента была некая схема некая картина мира того как выглядят их процессы мы на нее посмотрели после чего скорректировали в соответствии с тем как реально выглядят процессы и получилось примерно вот такое здесь на экране перед вами пример процесса отбора товара вот некоторые транзитные вещи где есть принятие решения да нет и так далее вот эти этапы их достаточно много это дополнительные этапы контроля и на них компания теряла существенное количество денег и собственно за счет потери времени сотрудников которые работали на складе при отборе товаров причем на вопрос о том что это вам дает там последний этап контроля дает условно говоря один процент уровня сервиса при этом вот этот один процент уровня сервиса обходится в очень существенную денежную сумму поэтому здесь компания поняла в чем проблема и здесь необходимо было принять решение относительно того стоит оно того или нет и как я уже упоминал мы привели несколько прикладных несколько более 60 прикладных рекомендаций относительно того что можно поменять в процессе для того чтобы все стало лучше выглядело примерно вот так давайте с вами перейдем к пониманию а в чем преимущество внутреннего аудита глобально мы бы выделили три основных преимущества это во первых экспертиза потому что естественно в зависимости от того кому вы обратитесь это экспертиза в предметной области в данном случае в области логистики складирования это независимость а независимость заключается в том что нет ориентации на ожидание кого-то внутри компании и альтернатива это как то что вы можете обратиться как к одному из разных экспертов на рынке так как нестутким сразу для того чтобы получить некий бенчмаркинг перейдем к преимуществам компании Axelot в части практического опыта обширность этого опыта она базируется на сотнях проектов по оптимизации автоматизации процессов логистики складирования множество проектов получили положительный отзыв информация об этом есть на сайте компании Axelot занимается просветительской деятельностью за плечами компании десятки проведенных отраслевых конференций в том числе компания уделяет внимание выпуску и переводу специализированных изданий под эгидой библиотеки Axelot на текущий момент выпущено 8 книг следующий пункт относительно экспертизы Axelot это география проектов то есть понятно что базис проектов это в общем-то фундамент на котором строится экспертиза в области логистики складирования можно увидеть несколько сотен разных складов попробовать погрузиться в процессе что-то в них поменять накапливается очень большой опыт и вот это несколько сотен проектов это естественная разная география то есть мы как эксперты прекрасно понимаем что условно говоря стоимость доставки стеллажей или стоимость доставки какого-то оборудования в Сургут Владивосток на Сахалин или в какую-то из республик ближнего зарубежья она отличается и в общем-то отличается даже возможности потому что эту доставку можно осуществить мы это понимаем и учитываем при проведении проектов нами следующий пункт экспертизы это ширина компетенций здесь я бы обратил ваше внимание на то что Акселонт это разработчик и интегратор решений по автоматизации логистики складирования так и транспортной логистики и собственно эти сотни проектов это подтверждение тому но помимо прочего Акселонт работает в смешных сферах интеграция различных систем информационного контура предприятия и проекты в корпоративной сфере то есть помимо вот этого узкоспециализированного опыта именно в логистике складирования имеется также достаточно большая ширина компетенции в смешных сферах о чем было сказано чуть ранее когда мы говорили с вами о том что такое собственно аудит логистики складирования что выступает объектом здесь мы позволим с вами немножко отойти в сторону и вообще подчеркнуть все раз в чем преимущество внешнего аудита это независимость первое преимущество то есть есть некий внутренний заказчик и зачастую этот внутренний заказчик хочет получить точку зрения которая не будет подвержена никакому давлению снаружи она будет абсолютно независимой неангажированной и результатом анализа базисом для анализа будут выступать только факты цифры и какие-то объективные данные которые можно собрать помимо всего прочего внешний аудит это альтернативная точка зрения альтернативная точка зрения это в общем-то возможность воспользоваться чьим-то экспертным опытом чьим-то взглядом на ваши текущие проблемы назовем это незамыленным взглядом и здесь я бы наверное плавно перешел к тому что вот эта альтернативная точка зрения возможно в исполнении различных команд команд различных исполнителей первый вариант первая альтернатива при поиске внешнего аудита это обращение в консалтинговую компанию да безусловно консалтинговая компания располагает очень широкими компетенциями в целом но если мы говорим конкретно об аудите логистике складирования то это меньше специализированного опыта ни в одной консалтинговой компании нет такой экспертизы как у компании которая сотни проектов собственными силами обработала консалтинговые компании зачастую не располагают собственными программными решениями для того чтобы все это автоматизировать то есть если в процессе возникнет необходимость каким-то образом улучшить что-то внутри компании путем использования софта придется искать какого-то стороннего поставщика основная отличительная особенность это чек консалтинговой компанией будет значительно дороже в силу как раз таки бренда и в силу ширины различных может быть вам и нет необходимости покупая аудит логистики складирования знать что компания у которого вы покупаете эксперт в области финансового аудита однако она будет экспертом и за вот этот бренд она будет брать деньги другой альтернативный вариант это некие логистические компании в данном случае можно охарактеризовать как провайдеров услуг здесь отличительная особенность в том что консалтинг здесь мы взяли в кавычки потому что это условно консалтинг во-первых не является профильным для компании и предоставляется он фактически как драйвер для продажи каких-то услуг то есть как это происходит производится некий аудит вашего складского хозяйства после чего делается вердикт что все очень плохо и улучшение какое-то которое позволит достичь существенного результата независимо от того что мы считаем существенным результатом может быть исключительно достигнута отказом от текущего складского хозяйства использованием каких-то сторонних услуг и вот это как основной драйвер продаж поэтому следует это учитывать при обращении третья альтернатива это некие индивидуальные эксперты это опять же достаточно популярное явление оно набирает обороты в наших текущих реалиях в принципе это неплохо индивидуальные эксперты это меньше значительно чек за счет того что это индивидуальные услуги индивидуальные какие-то специалисты может небольшие группы специалистов но это опыт с большим уклоном в некую академичность и это преимущество небольшой опыт практической имплементации проектов потому что в общем-то здесь как-то все больше про теорию спасибо за участие хорошего вам дня да как я говорила наслаждайтесь летом оно наконец-то пришло вот если возникнут вопросы пишите звоните не стесняйтесь будем рады видеть и слышать хорошего спасибо спасибо